Добрый вечер, уважаемые телезрители! Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые телезрители! И я помню, я это видел, мы это зафиксировали с так называемыми блогерами, и реакция блогеров была удмуртских однозначно. Даже тех, кто настроен к нынешней власти в Удмуртской республике, у нас очень много красивого. У нас очень красивая республика, у нас очень красивый город. Да, нет у нас там, например, Эйфелевой башни, нет у нас Кремля. Но по организации определенных вещей, ну, например, общественный транспорт, и город год от года становится все лучше, чище, краше, сколько бы ни ругали набережную. Однажды я приехал туда, на набережную, которая еще не до конца достроена, будет на следующий год достроена, ночью. Летом в часа два ночи. Представляете, она была переполнена народом. Можно ругать власть, но гулять себя заставить нельзя там, где некрасиво. Но, к сожалению, вот этот репортаж получился не единственным. На удивление, ряд похожих в такой же стилистике выполненных блог-репортажей в интернете, ряд статей в традиционных СМИ, говоривших и сводившихся все к одному, что республика очень отсталый регион, все очень плохо. Это часть какой-то компании. Как к этому всему можно относиться? Кому это нужно вообще? На самом деле я бы хотел начать с другого. Мы сами не умеем хвастаться, мы сами не умеем презентоваться, мы не умеем говорить, что мы классные, замечательные, лучшие. Это наша ошибка. И, соответственно, недобрых людей много. И я с точки зрения различных технологий манипулирования общественным сознанием понимаю, для чего это делается. Не устраивает определенные силы, что у нас чистое небо, что год от года у нас лучше становятся улицы, что во время трагедии, которые происходили в Удмуртской республике, как Пугачева, все обошлось. А мы не осознаем, что во время этой трагедии, во время Пугачевской трагедии, когда взрывался склад с безопасными, который был не по вине Удмуртской республики, ни одного жителя Удмуртской республики, что просто военные сами решили справиться с пожаром и не сумели это сделать. Если бы наши спасатели-мчестники работали, то все было бы нормально. Но мы не сумели сказать, что 22 тысячи жителей было вывезено из очага поражения этим взрывом. Что громко мы не сумели сказать, что те люди, три человека, два мужчины и одна женщина, которые вывели состав со снарядами, со станции, они герои. Потому что вот если бы тот состав загорелся и взорвался, нам бы мало не показалось. Но к этому относиться можно очень как к доктору. Вот именно как к доктору, что да, есть вот такой зуд, зудят, и не надо обращать на это внимание. Никто нас не отучит любить наш город, нашу республику, никто. Вот такой негатив информационный, негатив сетевой. Имеет ли он, на ваш взгляд, какую-то связь с движением уже совершенно реальным, выливающимся в определенные митинги, которые в последнее время тоже проходят в республике? Есть ли в этом что-то общее? Я думаю, что в части есть. Я бы не хотел в эту часть включать, например, последний митинг с врачами, потому что у них реальные, правильные, конструктивные темы и технология для доведения выведена правильно. Но я помню последний протестный митинг. Почему ты выходишь протестовать в воскресенье к административному зданию? Никого нет, чиновников нет. Я знаю, что большая часть протестных митингов – это просто отработка бюджета и такие своеобразные фотосессии. Они говорят, например, 3000 пришло, 1000 и так далее. Я верю сотрудникам МВД. У них есть методика подсчета массовых собраний. 200 человек. Из которых, из 200 человек, я могу сказать, что ровно 50 – это различных смотрящих штук. А, человек 50 – это любопытных. И журналистов. И журналистов, да. Поэтому реальный протест. И почему я еще говорю, что митинговать сегодня не глупо, это одна из форм. Но появился, благодаря тому же интернету, новый инструментарий доведения своего мнения до власти. Потому что любое действие имеет две задачи. Или электоральную значимость, увеличение числа поклонников, приверженцев. Или доведение информации до власти. До власти сегодня информацию довести легко. Я всем говорю, пишите письма. Потому что письмо имеет магическую силу. На каждое письмо обязаны ответить. Такие механизмы есть? Да, они есть, работают. Есть общественные приемные президента Российской Федерации, различных партий. Есть тот же интернет. И мы помним, что масса последних каких-то шумных вещей не в Удмуртии. И в Удмуртии тоже. Она была замечена через интернет. К вопросу о задачах митингов, мне кажется, лучше поделить их на две. Либо это конструктивная задача, решить какую-то проблему, либо это деструктивная задача, что-то вот такое шуметь или как-то. На самом деле, я бы поделил на, может быть, на две группы митингов. Первая группа митингов, это чья-то игра и манипуляция, и она обязательно имеет некую коммерческую составляющую. Почему лидеры Удмуртской оппозиции покупают себе дорогие иномарки? На какие деньги, если он нигде не работает? И вторая группа, это вот как врачи. Я, если бы знал заранее про врачей, я бы сам с ними вышел. Я бы с ними их поддержал. Почему? Потому что врач, это, ну, такой богоизбранный человек, он спасает нас. Ну и у них на митинге, на самом деле, были конструктивные абсолютно плакаты, лозу не требовали. Совершенно решаемая вещь, да. Там, не отмените солнце, или пусть всегда там будет ночь, как обычные митинги, да, там, или тот-то, тот-то, да. А у врачей, вот, совершенно конструктивная вещь. Я думаю, что про хирургов, вот я помню про хирургов, да, там, одно высказывание, хирурги, это, я думаю, что им надо помогать. Вот какой вывод из этого всего вы бы посоветовали сделать, ну, простым жителям? К чему стоит прислушиваться, на что обращать внимание из этих информационных кампаний, митинговых кампаний? И как самим лучше высказываться о своих проблемах, чтобы быть услышанными? Ну, для того, чтобы быть услышанным, надо выбрать четкий канал до ведения информации, до конкретной структуры. Потому что не надо Папе Римскому писать, что у меня во дворе раскопали яму и не могут это сделать, да. Есть совершенно реальные действенные структуры, ну, будем говорить, прокуратура, да. Прокуратура защищает права граждан, конституционные права граждан. Письмо в прокуратуру, оно действенное, оно регистрируется, оно сразу уходит. Ну, я знаю одну действенную приемную, это приемная Медведева в Удмуртской республике, это лидера партии «Один России». Вот четко, письмо зарегистрировано, и оно начинает работать. Спасибо за интересный разговор. Спасибо и вам. Увидимся уже в новом году. А сегодня, поскольку мы встречаемся в канун Нового года, продолжается новогодний телемарафон на Юдмуртии. Сегодня время для вопроса от программы «Макет времени». Ведущие программы всю эту неделю собирали с вами кроссворд. Разыгрываются призы от компании «Мелочев мебель» и гаджеты от компании «Мегафон». Наш вопрос сегодня звучит так. Если бы наша программа «Макет времени» выходила в эфир 100 лет назад, какая буква добавилась бы в название нашей программы? Назовите ее. Удачи. Напоминаю, что ваши ответы принимаются на короткий номер 5522. Пишем слово «УДМ», пробел, и ваш вариант ответа. Первые тринадцатые, приславшие правильную смс, получают призы и претендуют на главный приз нашей программы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова